А сегодня поговорим о том, что нас ждет в необозримом будущем. Перспективы, которые нас с вами ждут. В качестве доказательств приведем факты, то есть то, что сейчас уже претворяется в жизнь. 1793 год. Правитель Китая, император Цэн Лун принял у себя миссию британских дипломатов под руководством Маккартнея в летней резиденции Джихо. Затем в то время он написал письмо королю Англии. Я получил ваши подарки, которые вы мне прислали. И я также отправил вам много подарков. Но отныне перестаньте посылать посланников. Я прекращаю с вами переписку. У нашей империи есть все. Нам не нужно ничего. Что вы нам предоставляете? Хотите познать реальный Китай? Хотите зарабатывать на знаниях о Китае? Хотите связать себя с Китаем? Хотите получить грант на обучение в топовых вузах Китая? Хотите работать в Китае? Хотите продавать в Китае или покупать? Хотите настроить бизнес в Китае? Вступайте в наш закрытый бизнес-клуб. Ссылка под этим видео. В 1900 году человечество вступило в 20 век. Один французский философ написал книгу, в которой выражалась главная мысль. После промышленной революции человечество перешло из земледельческой стадии развития в индустриальную эпоху. Сегодня у нас появились заводы, появились города, появились автомобили. Изменилась структура технологических изменений и изобретений. В 19 веке, который только что прошел, понадобилось на все 100 лет. Так что в наступающий 20 век будет залит солнечной реальностью. И никаких новых технологических изменений не произойдет. 100 лет назад, 200 лет назад, насколько люди были уверены в себе. Когда вы опишите будущее, мы обнаружим, что весь прогресс достигается в одном поколении. Я думаю, что все, кто живет на земле сегодня, все в начале 21 века, по сравнению с оператором Саннуном и этим французским философом, которые жили 100 и 200 лет назад, наш внутренний страх перед будущим может намного превзойти их. В последние несколько лет два молодых европейских ученых, родившихся в пост-70-х годах, использовали свой опыт для описания будущего. Одним из них является французский ученый Томас Пикетти, который написал книгу под названием «Капитал в 21 веке». Рекомендую очень прочитать. Другой, более молодой израильский ученый, 1976 года рождения, зовут его Юваль Нох Харари, опубликовал книгу «Хома деус. Краткая история будущего». В книге «Краткая история будущего» Харари сделал различные описания технологических изменений и текущего состояния человеческих профессий. Он сказал, что с непрерывным накоплением больших данных и быстрым развитием вычислительной мощности в будущее люди могут все больше и больше отказываться от своих полномочий принимать бессознательные решения и позволять алгоритмам самим решать, что вам покупать. Принимать решение за вальс, как лечиться, на ком жениться, либо выходить замуж. Искусственный интеллект будет лучше, чем большинство людей, распознавать человеческие эмоции и, соответственно, создавать предметы искусства. Сами они могут не иметь никаких эмоций, но они лучше, чем люди, анализируют и даже улавливают человеческие эмоции. А в 2018 году IBM China Lab опубликовал одно интересное исследование, полученное через большие данные Google. Как вы думаете, какая самая большая человеческая эмоция в последние 18 лет? Да, все верно. Это называется беспокойством. Используя эту информацию, они ввели задачу машине выполнить вычисление алгоритма из миллионов текстов песен, связанных с тревогой. Наконец, ABN создала песню при помощи искусственного интеллекта на тему тревоги. Вдумайтесь, эта песня заняла первое место в списке самых продаваемых песен в Европе и в Америке. Следовательно, машина не знает эмоций человека и не может производить эмоции, но может просчитывать эмоции и в то же время создавать эмоции как продукт. В 2019 году я однажды отправился в компанию по производству диванов в Китай, чтобы провести исследование. А всем известно, что самая хорошая обивка для кожаного дивана – это обычно коровья шкура. Поэтому во всех компаниях, выпускающих диваны, существует очень сложная операция по правильной нарезке шкуры – высококвалифицированная профессия. Поскольку каждый кусочек коровьей кожи, попадая на завод, имеет много крапинок, поэтому вся его структура нерегулярна. Следовательно, ему нужен очень опытный резчик по коже. В этом случае коровья шкура может использоваться с максимальной эффективностью. Генеральный директор диванной компании рассказал мне, что, как правило, только после работы в течение 5-6 лет, ученик получает возможность разрезать самостоятельно шкуру на этом столе. А теперь есть машина под названием «Машина для резки кожи». После того, как вы поместите кусок коровьей шкуры на устройство, для сканирования машина может автоматически в течение нескольких секунд рассчитать, используя алгоритм, как вам лучше всего разрезать эту шкуру. Когда эта машина появилась на рынке, с тех пор исчезла очень высокопрофессиональная работа мастеров по разрезке шкур. Другим примером является профессиональный юрист, который является белым воротничком с очень высоким доходом, особенно в Соединенных Штатах. Среди всех юристов есть юристы, чьи гонорары самые высокие. Их называют адвокатами по банкротству. Если компания банкротится или происходит банкротство семьи, то как ликвидировать активы? Таким образом, адвокаты по банкротству в Европе и Соединенных Штатах имеют самые высокие зарплаты. IBM изобрел искусственный интеллект в Ошион. В базу данных внесли все случаи банкротства в Европе и Америке за последние 100 лет. Когда компания или же семья человека обанкротилась, ему нужно ввести только соответствующие данные в этот компьютер. И компьютер автоматически сгенерирует правильное решение, как провести банкротство. Когда эта машина будет популяризирована, бизнес адвокатов по банкротству будет уменьшаться. И скорее всего, этот тип работы может вообще исчезнуть. Сцены, которые мы описываем сегодня, это не просто работники на производство, которые просто шаг за шагом заменяют машинами. Даже такие высококвалифицированные рабочие места, как музыканты, юристы, кожевники, могут быть заменены машинами и вычислительной мощностью в будущем. В своей книге Харари высказал мнение, что также является одним из моментов, вызвавших наибольшее количество споров и дискуссий на публике. Он сказал, что с появлением Бога-человека только 1% людей в будущем завершат следующую биологическую эволюцию и перейдут на новый этап – вид Бога-человека. А оставшиеся 99% будут полностью превращены в бесполезный класс. Кто это оставшийся 1%? Это те, кто может представить креативные, температурные и даже дефектные услуги и продукты. В краткой истории будущего Харари поднимает дилемму человечества в будущем. Он говорит, с одной стороны, мы хотим разрушить социальные дамбы, которые ограничивают денежные потоки и бизнес-потоки, но с другой стороны, мы постоянно строим новые плотины, надеясь защитить социальную религию и окружающую среду от рабства рыночных сил. Он сказал, что мы можем обладать силой Богов, но мы безответственны, жадны, даже не знаем, чего мы по итогу хотим. Поэтому мир в большой опасности. Харари много раз приезжал в Китай. Во время общения с китайскими читателями ему задавали вопрос. Перед лицом этих вызовов безрадостного будущего, что должны делать обычные люди, такие как мы? Его ответ был таков. Вы должны получать меньше информации. Вы должны вернуться к самопознанию и постоянно задавать себе вопрос. Кто я? Почему я пришел на эту землю? Каким человеком я хочу быть? Эти проблемы не холодной машины. Ответ, который можно получить с помощью алгоритма больших данных. Он очень маленький, он очень мягкий и очень хрупкий. Однако это может быть реальной проблемой, связанной с самим собой, стоящей перед будущим. А теперь вопрос для вас, слушатели. Что мы должны сделать, чтобы не попасть в бесполезный класс 99%, который описал Харари в своей книге? Ответы оставляем в комментариях. Хотите выучить китайский язык? Мы предлагаем курсы по обучению китайского с уровня чайника, то есть нулевого уровня, до уровня HSC-4 из шести возможных. Системно за один год с носителя, один на один. Самая современная методика перевернутого класса, гарантированно, результативно. Запишитесь на пробное бесплатное занятие, вы можете перейти по ссылке под этим видео. Большое спасибо за ваш просмотр.